Больше всего хранимого храни сердце твое. Об этом я поговорю сегодня. И это же связано с недельной главой Вайтханан. Отец Небесный, я молюсь, чтобы Твой Дух Святой дал нам понимание Твоего Слова. И также дай Слову Твоему изменять нас. Во имя Иешуа. Амин. Я прочту из тех же стихов, которые прочитал Влад. Второзаконие, 3 глава, с 23 стиха. И молился я Господу в то время, говоря, Владыка, Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою. Ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое. Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан. Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня. И сказал мне, Господь, полно Тебе, встань, не говори мне более об этом, зайди на вершину фазги и взгляни глазами Твоими к морю, к северу, к югу, к востоку. И посмотри глазами Твоими, потому что ты не перейдешь за Иорданцией. И дай наставление Его Шуа, и укрепи его, и утверди его, ибо он будет предшествовать народу сему, и он разделит им землю, на которую ты смотришь. Когда Влад читал истории, у меня прям были слезы. Особенно есть помазание, когда он читает. И вот когда особенно читают Тору с Таамим, со вкусами, то присутствует особенное такое присутствие Божье. И вот те, которые понимают на иврите, они также понимают, что есть и какие-то особенные секреты, когда ты читаешь, используя вот эти музыкальные все движения, звуки. В этой недельной главе есть особенная сила. Я сделаю небольшое вступление к недельной главе, а потом углублюсь в проповедь. Дух Святой через Моисея говорит о некоторых важных вещах народу Израиля. Тут напоминаются особенные вещи, особенные чудеса и знамения, которые произошли с народом Израиля в пустыне. И тут я хочу сразу же всем сказать нам. Так же и в нашей жизни было очень много чудес и знамений. И очень важно посадить всю семью вместе и вспоминать все те чудеса и знамения, которые Господь делает в нашей жизни. Родители, это ваша ответственность. Были чудеса и знамения. Я помню чудо Максима. Как мы там были у больницы, но Господь, Он верен. У кого были чудеса и знамения в жизни, поднимите руки от Господа Бога. И так же у вас, напоминайте об этих чудесах нам, выходите и свидетельствуйте об этом. Господь, Он верен. Господь тут говорит об опасностях. Он говорит тут об идоле, которого звали Баальфи Гор. И были различные оргии. Это не был таким идолом сильным каким-то. Это был какой-то бесик. Но вот этот бес Повлиял на народ Израиля, что они стали служить плоти. Несколько десятков тысяч людей умерли, вот из-за того, что получили... Упали в этот грех и получили наказание из-за этого. Помните эту историю, да? Пинхас, бнот Моав и Медиан. Финьес, дети Медиана. Как они запутали вот этих молодых людей Израиля. Моше מדабер о хука и мишпатим. Господь тут говорит об законах и правах. И очень важно, чтобы наше отношение друг к другу было справедливым, чистым. Хотите благословения? Будьте уважительны и правильно относитесь друг к другу. Не обманывайте друг друга. Будьте верны и честны. Будьте в поддержку друг к другу. И поддерживайте друг друга. Господь учит об ответственности родителей, чтобы дети не шли путями злыми. Мы видим из этой главы, как голос Божий говорил из огня. И вот важность или значение этих стихов, когда голос Божий кому-то говорит, это остается в нашем ДНК, в нашей крови. И это проходит из поколения в поколение. И на нас лежит эта ответственность, молиться, чтобы Дух Божий также касался наших потомков и также поднимался в них. Мы из книги второзакония пятой главы читаем. Очень там написано так понятно. Я вам говорил из огня. Но эти люди даже еще не родились в то время. Это уже было третье поколение в пустыне. Вот после того, как было вот это свидетельство Божье на горе Синай. Родители. Бабушки, дедушки. Если вы когда-либо слышали голос Божий, и через вас, через вашу кровь, это прошло и в ваших детей, и в ваших внуков, и в ваших правнуков, молитесь, чтобы и они знали Мессию Иешуа, и знали Истину Божью. Мы тут читаем свидетельство о том, как народ Израиля побеждал сильнейшие армии великанов и сильные армии. Некоторые говорят, что это аллегория. Это не так. Даже сейчас находят людей, останки людей, высота которых 4-5 метров. Великаны. Это великая сила. Но народ Израиля их победил, потому что Господь позволил. Если ты идешь по путям Господним, Он тебе дает видеть чудеса и знамения. И в этой главе мы, конечно же, читаем о вечной любви Господа Бога к израильскому народу. И мы, как народ Израиля, мы понимаем это. Мы благодарим Господа Бога, что Он верен, что Он воскресил наш народ, нашу страну 70 лет назад. Чуть больше 70 лет. И мы тут видим будущее. И вот сейчас я буду говорить о той части, которая коснулась моего сердца в этой недельной главе. Мы видим Моисея 40 лет его служения пред Господом Богом. Сегодня говорят, не было пророка такого, как Моисей. Это истина. Это великий человек. Не было такого человека, у которого было такое видение, такое откровение, такая вера в Господа Бога, как Моисей. Может быть, только Ишуа, который был над ним. Конечно же, мы читаем и об Авраам, и Ицхак, и Якове. Это тоже великие отцы веры, но они не сравнятся с Моисе. И вот мы видим, что оказывается, есть какая-то проблема у Моисея. И вот он плачет, просит у Господа Бога и молит его, Отец, дай мне войти в землю обетованную. Я в этом зале вижу как минимум 5-7 человек. Может быть, естественным путем вы бы не попали в эту землю Израиля. Но Господь для вас сделал чудо. И вы тут живете в Израиле, имеете израильское гражданство. И вот живете здесь. Но Моисей не смог. И представьте, вся его жизнь она строилась на том, чтобы увидеть землю Израиля, войти в землю Израиля. Этим он жил, в это он верил. И он не смог. Он, конечно же, справился с этим, потому что это была воля Божья в его жизни. Отец Небесный, помоги нам, где мы не справляемся с твоими ожиданиями в нашу жизнь. Помоги нам исправляться. И не проходить через пути разочарования. Вы знаете этот вопрос. Что я спрошу у человека? Или что Господь требует от человека? У пророка Михея в шестой главе написано. Шестная глава, восьмой стих. О, Адам! Не имар лиха матов вема дуреш элухим мимха. Ласот дворим шел цедек. Лиот рахман велиот бенадам анав. О, Человек! Сказано Тебе, что добро и чего требует от Тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия, смиренно, мудренно ходить пред Богом Твоим. шелуша дворим идет бенадам амити. Быть справедливым человеком. Действие справедливо. Что это такое? Это значит не обманывать. Не запутывать кого-то. Кто из вас понимает, что такое запутать мозги? Кто тут думает, что он спец в запутывании мозгов? И вот это вот мы взяли, притянули с этого мира и стали в какой-то степени экспертами вот в запутывании мозгов. Но Господь говорит, действуй справедливо. Ты не обязан отвечать на каждый вопрос. Но ты не должен запутывать мозги и обманывать. Любить дела милосердия. Знаете, иногда мы думаем, что вот делать дела милосердия это вот сидят где-нибудь на остановке наркоманы или бездомные вот дать им пять шекелей и вот мы думаем, что ну вот мы сделали дело милосердия. Это не дело милосердия. Это просто дать им деньги на карманные расходы. Таких как вы много, так они собирают много денег и потом тратят непонятно на что. Дела милосердия это когда ты действительно ищешь нужду и помогаешь этой нужде. Может быть ты пришел и помогаешь мамочке у которой много детей. Может быть ты увидел кто-то в чем-то нуждается, ты пошел и помог. Иногда ты просто подойдешь к человеку, поддерживаешь его, похлопаешь его по плечу. Быть обычным, простым человеком, не возгордиться. Может быть ты достиг многого. может быть ты благополучно ведешь свое дело. Может быть ты имеешь высокое образование, PHD и так далее. Это тебе ничего не дает, не дает тебе для того, чтобы ты возгордился. Потому что мудрость, она не в знаниях университетских, а она у Господа Бога. Есть множество простых людей, у которых огромное количество мудрости и силы. Вот Господь говорит, будьте такими и будете вы благословенны. Новый Завет добавляет к этому что-то важное. Помните, человек по имени Нагдимон? Никадим. Это, наверное, его такое греческое прозвище. Нагдимон это никак не по-еврейски. Наверное, был Наумом. Но там в Греции получил американский паспорт и ему дали имя Нагдимон по-русски. Он был мудрец, он был членом Синедриона. Он говорил с Ишуа. И Ишуа ему сказал, ты должен родиться свыше. Кто помнит это выражение, родиться свыше? Знаете, раньше об этом было очень много споров. Харизматы говорили, что это что-то, от чего тебя взрывает, и это что-то изнутри, что происходит с тобой. Но в первом веке об этом говорили по-другому. это 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 что-то это это когда ты получаешь видение, правильное новое видение от Господа Бога. Но из-за того, что мы наполовину харизматы, мы думаем, что это чувство с новым видением, но но только если есть изменения в характере человека. если вы поговорите с любым пастором, как ты понимаешь, что человек родился свыше? Он ответит, через какое-то время в человеке есть изменения, ответит пастор. Он изменился. Кто из вас изменился после того, как родился свыше? Что-то происходит внутри. когда мы изменяемся, что-то новое рождается в нас от Господа Бога, от Духа Святого, от Слова Божьего, только два пути есть для того, чтобы развить вот это новое творение или загасить его. Как загасить вот это новое творение внутри нас? Дайте пару советов. Не кормить. Продолжать грешить. ламших лахто. Нахон. Маот. Ну. Анах новим улам. Анах мамшихим лахов это улам. Мы продолжаем любить этот мир. Продолжаем любить то, что в мире не хотим читать Слово Божье. не посвящаем достаточно времени молитвы Господу Богу. Продолжаем говорить какие-то обидные слова, неправильные фразы с похотью очей и плоти, с жадностью, с ненавистью, с завистью. Ревность. Нет. Кина это зависть. Кина. Мюдей мази кина. Кто знает, что такое зависть? Объясните. Кто-то из вас знает, что такое зависть? Объясните. Просто поднимите руку. Кина. Зависть. Им этим вещам вы позволяете оставаться внутри вас, то новый человек не сможет расти внутри вас. Новое творение. Он не умрет, но будет маленьким. Он не будет влиять на вашу жизнь. И ваши плоды духа будут минимальными. вы ничего от этого не получите. Никаких изменений. Вы видите, что Моисей был великим верующим. Одним из великих. Человеком веры. Однажды это каос но и вот это его злость. Господь сказал, ты не привел народ к моему святость. таким образом Моисей потерял то, что он хотел. У меня есть некоторые фразы, очень тяжелые для общины. у меня сейчас будут некоторые очень непростые фразы, которые касаются всех членов общины. Знаете, я хочу быть таким миролюбивым или добрым, милосердным пастором. Не люблю как-то людям причинять зло вред. Я не люблю говорить к ним строго и поставить их куда-то на ковер, говорится. Но не думайте, что я не умею этого делать. И у меня есть некоторые фразы для вас. Я прошу прощения у всех наших гостей, но я почувствовал, что нужно это сказать. Потому что я почувствовал и увидел, что община наполнилась сплетнями. В какой недельной главе написано о сплетнях? Метцура метцура, метцура. Что значит метцура с иврита? Проказа. Это было проказа. за сплетни было проказа. И слава Богу, что Господь Бог не наказывает проказы сегодня за сплетни. как это было раньше во времена судей. Но все равно мы продолжаем видеть это наказание. Духовная проказа. Я хочу сказать всей общине Тот, кто распространяет сплетни. Он не менее ответственен как тот, о котором говорят. Тот, кто говорит и тот, кто слушает одинаково виновны перед Господом. Сплетни они съедают оба человека. И тот, который говорит, и тот, который слушает. И вот для сплетен есть несколько причин. Уже я говорил зависть. Что у него есть это? А у этого это? А у этого это? А у меня ничего? Друзья, мы верим в чудеса и знамения. но мы также верим в способности человека и способность его рисковать, быть в каком-то риске. И когда этот человек делает в вере и в праведности, он преуспевает. если ты не умеешь попадать в этот риск или рисковать, то в конце концов ты не можешь ему завидовать. Потому что ты просто другой. Это нормально. Зависть это очень плохо. написано, что зависть она гложет кости. У кого есть проблемы с костями, подумайте об этом. Это то, что здесь говорится последствия того, что человек завидует. вторая причина, почему люди впадают в сплетничество. Недостаток знаний. И мы вообще не стараемся все делать открыто. Все открыто у нас. И если у вас есть недостаточное знание, вы можете подойти и спросить. Не всегда вы получите все ответы, но вы получите ответы. Я сейчас говорю не о очень приятных вещах. Как пастор общины, я хочу всех нас сохранить от вот этого влияния сплетничества. И третья причина, почему есть сплетничество. Это глупость. Вы знаете, что такое глупый? Больше 450 раз в Библии используют это слово. Это очень известная проблема в Библии. И нам Господь говорит не будьте глупы. В 18 Псалме написано закон Божий укрепляет дух. Откровение Божье дает мудрость глупым. Если мы ищем Господа, Он позаботится о нашей глупости. и не запутать нас запутать нас. И последняя причина, почему мы впадаем в сплетничество, это порочное сердце. Ты не дал Духу Святому исправить твое сердце, очистить твое сердце. Ты продолжаешь жить и продолжаешь давать место дьяволу в твоем сердце. С твоими мыслями, различными конспирациями и всякими глупостями в голове. Я хочу сказать наше общение, друзья, нам это не нужно. Говорите справедливо, добро, друг от други. Если есть какие-то проблемы друг с другом, подойдите напрямую поговорите с человеком. Если у вас есть зависть, исправьте это к какой-то доброй мотивации. Подойдите к успешному брату, сестре, и скажите, я не понимаю, как ты это делаешь, научи меня, помоги мне. мы тут большая семья и сильная семья. Мы очень сильная семья все вместе. Мы община, у нас есть проблемы, но мы очень сильная община. Я хочу, чтобы мы стали еще более сильными в силе и мудрости Божьей. И в нашей зависимости от Господа Бога. И мы принесем еще больше плодов в этот мир. Я не хочу сейчас говорить о похоти плоти. Не хочу говорить о поклонении идолам. Но я хочу поговорить на еще одну тему, которую я вижу. Наши дети. И даже в семьях, где есть верующих семьях, где читают Библию. Где изучают Танах. и где объясняют детям Библию. Я вижу, что многие дети теряют интерес к Священному Слову. И тут не нужно поднимать руки. Я знаю имена. Но я хочу сказать что-то. первое, обратите внимание на то, кто друзья ваших детей. Я помню, что еще мама моей жены учила об этом. Проверяй с кем твои дети проводят свое время. это не имеет значения насколько вторая сторона образованы, культурные. И тем, чем живет тот второй ребенок, он может заразить твоего ребенка. И вы ответственны за это. молиться, изучать Слово Божье. И когда мы читаем Тору об образовании детей, там написано, когда ты выходишь из дома и возвращаешься домой. И даже в пути твоем. используйте это время, когда вы вместе с детьми. Дайте им понимание о Господе Боге. И вы не пожалеете об этом в будущем. И почему мой ребенок оставил веру? Лама носите карат его сипурей метанал. Я же читала ему Библию. Он ходил в общину, посещал школу. Пожалуйста, влияйте сейчас и будьте в молитве с детьми. Сегодня была такая образовательная проповедь, образовательная. плач Моисея на меня очень сильно повлиял. Я подумал о нашей общине, что нам нужно немножко взбодриться. Давайте встанем. помните, мы просили вас о том, чтобы каждый раз вы дома читали, изучали недельный отрывок и приходили сюда уже после того, как вы прочитали недельный отрывок. Отец Небесный, я сейчас от имени всей нашей общины прошу у тебя прощения за сплетни и за зависть, за глупость. Отец, очисти наше сердце и дай нам идти прямыми путями. Помогай нам более тщательно следить за своим сердцем и дай нам следить за своим языком. Помоги нам очисти нас убери от нас все последствия проказы. Я прошу чтобы ты также укрепил и очистил наш дух. Я молюсь за больных в общине. Я молюсь за то, чтобы было желание приближаться к тебе. Сохрани нашу землю. Помоги нам нашему правительству нашей армии со всеми врагами справиться. Храни наших детей в армии. Мы надеемся и уповаем на тебя. Мы просим чтобы ты благословил тех, которые смотрят нас сейчас через интернет. семьи и их духовное состояние. полное исцеление. Чтобы они наполнялись Духом Святым. Чтобы мы возрастали как тело Мессии. Я благодарю тебя, Господь, что ты восстанавливаешь нас. Дай нам благословение во имя Ишуа. Амин. И верхаха Адонай ва ишмиреха. Яэр Адонай панов элеха ва иихунеха. Иса Адонай панов элеха. Ва иасем лиха шалом. Ва Шем Ишуа Масхиах. Амин. 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 Масхиах.